Бог говорит, что в этом мире, с Его точки зрения, нет несчастных людей. Они существуют в нашем понимании, но у Бога таковых нет. По-настоящему несчастные люди у Бога появляются только после смерти. А по эту сторону жизни существует только два рода людей, у которых счастье возможно и у тех, у которых счастье реально. У Бога есть только два рода мужчин и два рода женщин. Первые – это те мужчины, которые держат в руках семена счастья, но ничего с ними не делают. И вторые – те мужчины, которые эти семена счастья посеяли в своей жизни. У Бога есть два рода женщин, те, которые держат в руках закваску счастья, но ничего с ней не делают. И второй род женщин, которые эту закваску счастья положили в свою жизнь. Где ты? Что происходит с тобой? Человек из плечи, который держит зерно Царства Небесного в своей руке. Этот человек держит не просто семена. Он держит возможность собственного счастья. Он держит в руках свой шанс, свой звездный час. Он держит в руках свою судьбу. Позвольте сказать, что каждый из нас когда-то в жизни, хотя бы раз в жизни, держал собственное счастье в руках, в своих руках. Но что мы с ним сделали? Апостол Павел говорит, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Обратите внимание на слово «каждому» без исключения. В притче о талантах нам известно, что господин дал первому рабу сколько талантов? Пять. Другому дал два, а третьему дал один. А теперь вопрос. А что господин дал четвертому рабу? Вы не торопитесь отвечать? Четвертого раба нет в притче. Нет. И это не случайно. Бог учит, что у него нет бездарных, нет обиженных, нет обойденных, нет обездоленных. Каждый имеет дар от Бога, каждый имеет талант, и ты в том числе. Ты жалуешься, Господи, я несчастный, мне не повезло, но это ложь, Бог говорит. Я все тебе дал, но пользуешься ли ты этим? Кто-то сказал, счастье, по крайней мере, однажды стучится в каждую дверь. И в нашу дверь тоже стучится. Вопрос в том, открыли ли мы собственному счастью двери. Вы помните, как описывает Иоанн Христа в Откровении, в своей книге «Апокалипсисе». Он говорит, се, стою у двери и стучу. Христос – это счастье. Это счастье каждый день стучит в наши с вами двери. Господь говорит, если кто откроет, услышит голос мой и откроет, войду к нему. Вот как входит счастье. Открыл ли ты двери Христу? Знаешь, что впустив Христа в свою жизнь, ты впустил свое собственное счастье. Обратите еще внимание на один момент из этой притчи. Человек держит в руках зерно, а не готовый продукт. И Христос учит нас еще чему-то о счастье. Он говорит, что Бог дает нам семена счастья, а не готовое счастье. Почему? А потому что Бог заинтересован не только в нашем благополучии. Бог заинтересован также в нашем росте. Бог хочет, чтобы мы были у Него не иждивенцами, а соработниками. Соработниками. Вот почему мы получаем счастье в виде семян и в виде закваски. Над семенами надо потрудиться и над закваской надо потрудиться. Первое нужно посеять, как минимум, а второе положить, как минимум. Послушайте, семена счастья Бог дает нам каждый день. А что такое семена счастья? А вот это ежедневные возможности, то ли на работе, то ли в учебе. Семена – это то, это те люди, которые встречаются на нашем пути. Это важные и полезные знакомства. Это идеи, которые помогают нам решить ту или иную задачу жизни. Наконец, семена счастья – это удачно склавшиеся обстоятельства в нашей жизни. И они, эти обстоятельства, не приходят случайно. Бог управляет обстоятельствами. Каждый день Бог посылает нам эти замечательные семена счастья. И говорит, посей их в своей жизни, используй их. Но мы часто этого не делаем. Мы имеем, мы получаем от Бога семена, но не сеем. Мы получаем от Бога закваску счастья, но не кладем куда положено. Вот почему мы в итоге иногда несчастны. И мы уподобляемся третьему рабу из притча о талантах. Он имел талант, а значит, имел возможность быть счастливым. Но этой возможностью не воспользовался. И потому, как говорит притча, этот раб оказался несчастным навсегда. Бесповоротно, безнадежно. Поэтому, исходя из этой притчи, Бог говорит, несчастных в этом мире нет. Есть только те, для которых счастье возможно, а не держат семена счастья в руках. И есть те, для которых счастье реально. Это те, которые эти семена посеяли. Скажи, что ты сделал с теми семенами счастья, что Бог послал тебе в твоей жизни?